всем привет с вами настя и вадим делаем сегодня обзорчик на очень интересной энергетики наткнулись мы однажды во время прогулки в минске по нимеге на очень интересный магазин там продается продукта из америки китая кореи то есть то что нельзя найти в обычных магазинах так как мы любим энергетики уже делали обзор на них решили что надо что-то показать что-то попробовать что-то новое поэтому сегодня новенький обзорчик но что с чего начнем так называть самого простого горилла как бы она всем известна всем доступна это легко да бюджетный доступный вариант но такого плана вкус мы еще с вазимом не пробовали поэтому для нас новинка для вас невозможно нет для нас новинка у нас такого вкуса не встречалась мы взяли чтобы попробовать ну такое как по мне очень кислая послевкусие тоже кислая но клюкву же напоминает но напоминает на мне не понравилось ну короче клюква это на любителей если нравится клюква берите обычная горилла просто вкус клюквы да вот ощущается это как минимум хорошо ну какая твоя оценка пока пока но я думаю шестерка что-то такое обычное достаточно он не сильно газированный он не сильно кислый он да немножко клюквенный в моем случае троечка так у нас есть еще горилла не знаю какой вкус мы сейчас посмотрим почитаем ну такое точно не видела банку такого формата это горилла со вкусом ароматом персика и абрикоса вот такая вот банка блин мне это понравился больше чем клюкву я люблю сладкие напитки поэтому мне больше сладкие энергетики нравится ну а что напоминает все витамины лимонад ну это классно намного лучше клюкву как по мне цвет прикольный желтый ну типа намекает что тут абрикос персик но чувствуется абрикос персик понятно что это как бы но поскольку охлажденный будет легче конечно но даже как за лимонадик мне понравилось классно то есть от него не будет кислинки такой послевкусие кислого кака везде эту лимонную кислоту суммут да и жоги прям нет нам вообще отлично он такой я бы ему восьмерочку даже поставлю из десяти не ну восемь мне нравится я надеюсь что будет что-то восемь ауф ну семерка ладно так что дальше было по большим банкам пошли по большим да да у нас много ой вот такой у нас есть замечательно я вообще такого плана никакой вкус вообще не пробовала что за он без понятия честно этому где это мы в том везде не купили да по моему же шейгу арана карнитин ой ну имбирем прям пахнет пахнет даже я совсем без обоняния практически вкус имбиря вообще какой-то необычный трендец но тут гранат он по себе необычный вкус гранат он такой на любите ярко выраженный имбирь я не знаю как ты не чувствуешь как я люблю суши имбирь консервированный этот маринованный я очень хорошо знаю вкус ну скажем так не надурил производитель есть есть все и гранат есть и имбирь есть в меру газированный не резкий вкус как по мне не ярко выраженная вот эта вот лимонная кислота опять-таки везде присущая слушай но он такой специфический на любителя на любителя я поставил бы наверное семерочку вкус классный но это надо любить чтобы пить такое потому что женьшень эти звуки мы запикаем погнали ну что цвет красивый тоже клубничный какой-то ну лесные ягоды вкусно ты уже попробовал да я просто понять не могу какие ягоды но это лесные ну да и такое понятие лесные деревья деревные ягоды ягодные малина земляника даже брусника наверно типа малины наверно что-то яркий вкус есть присутствует но мне больше земляника брусника невозможно просто добавки просто химия просто добавки если нравится ягодный вкус можете в принципе попробовать какая шестерочка наверное ну пятерка ну вот практически уже что-то близко так ребят и так допиваем и вот это у нас просто газированный напиток но очень интересная баночка ну реально у меня банка подкупила честно фантола какая-то голубая малина написано типа между микс между фантой и колой фантола блю малина я такой цвета малину не видела слушай неплохо пенится она наверное газированная и наверно это тосол фантола типа тосол ну бульгум нет крем сода крем сода вспомни что-то крем сода вот вот но послевкусие ближе к малине вот когда пьешь она крем соды а потом малинка остается какая-то ну да послевкусие малинка по запаху и вкусу крем крем сода обычная дешевенькая крем сода да рида по-моему как будто крем сода да но послевкусие есть малины ну такой да ну обычный напиток какой у тебя циферка шесть шестерочка ну пускай шестерочка да совсем недавно на днях вот в еврике нашли вот такую тоже козировку не знаю что за она дрались какой вкус взять но вот я победила crazy mix надеюсь что там будет мед потому что там как бы пчелка или оса кто там трутень трутень да опять кислота лимона концентрат яблочного сока клубничный сок аскорбиновая кислота ароматизатор натуральный финик капли меда да смесь подсластителей multisweet 2000 тут по запаху я не пойму он совсем газированный намного газированный чем от тела который до этого да были он прям шумный а это с учетом что он даже не охлажденный охлажденный будет более такой резкий он резче он более газированный чувствуется но запах химия химии ну чтобы определить даже вкус я не скажу четко что тут за вкус я не могу понять что это такое вот просто какой то потому что яблочный сок намешан с клубничными получается такая сладкий лимонад но чисто ярко выраженного я не скажу какой но он какой то непонятный я не знаю 4 балла пятерочка наверное но единственное что почему 5 а не 4 потому что все таки газированный хорошо газированный ребята а вот это вот 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 это вот я хотела попробовать обязательно это тоже газировка ну посмотрите какая баночка какая она няшестая это я выбирала она же няшная это что у нас идет love is да вкус ананаса и кокоса кстати там было несколько вкусов и у каждого вкуса своя оригинальная какая-то картинка если гориллу я пробовал не пробовал не пробовал принципе здесь на москве которые не пробовал поэтому для меня это все в декоре ну так же и я цвет совпадает с цветом банки сюрприза не было такой же но она она слышно ананасом слышно значит сладкий ананас и кокос наверное чуть-чуть как пинаколада запах ну она как бы есть пинаколада блин облом блин ну вкусненько у гориллы есть такой тропический помнишь там ананасик нарисован я помню вот такого же плана это вот это мне прям понравилось хоть это и не энергетик восьмерочка я 10 поставлю я 8 все таки не знаю но любителя но сладкий и напиток все значит я допиваю да кстати недавно также в еврике вот такая тоже это по моему газировка тоже да это у нас кто доктор пеппер вишни ну что ему сказать яблочная кислота кофеин подсластитель а я нифига не помню потому что не кровно это типа кола возможно по идее подсластительным многие кстати заменяют колу на доктор пеппер вишни черешня но он очень газированный кстати он газированный сильно газированный запах знаешь что есть кола черешни или пепси черешни пепси ну кола черешни ну вот что-то из них прям похоже очень он изначально пока подмена колы поэтому вкусовая добавка вишни она не дает колу кину и вообще не резкий как лимонадик но не резкий но он газированный сильно газированный мне нет да он за это дает чапи и слышно как шумит потому что тут я пока не упал у меня газа все вышло со стаканом оценка троечка только да блин наверно пятерка не плюс не минус сильно газированный нормальная если любители колы в принципе зайдет кола вишня типа такого плана ну любители я бы такой бы не покупал сейчас ну либо очень редко чупа чупс вкус это черная смородина ее обожаю так следующая банка ну что идем на рекорд вот ребят сегодня очень много выпили энергетиков напитков так что если будет еще один ролик мы бессмертны но это уже 9 банк офигенный стаканчик как я просил спасибо она написана на каких-то таких непонятных кириллисах японский вкус ну это китайское наверное производство да импортер изготовитель такой какой-то вообще блек вы такой изготовитель не яркий ребятки между прочим это республика корея с кореи прибыла послевкусие тоже не отдает никаких кислотой лимона никаких я очень люблю вкус черной смородину но тут не такой ярко выражены как хотелось бы бывают более такие же мы только сейчас напитков перепробовали возможно притупилась уже рецепторы притупились но и по мне нормально лучше доктор ну да вообще есть концентрированный фруктовый сок винограда написано так и краснокочанная капуста то есть кукурузный сироп поэтому я не скажу что-то есть в плане смородины черники еще чего-нибудь ну типа да а еще у нас есть сюрприз а еще у нас есть сюрприз так это первый сюрприз красивые жевательные резинки от чего производства по-моему тоже китайские какие-то да корея китай япония тут такие иероглифы что ребят ну тут даже вон анимешные какие-то я потом фоточки приложу на видео анимешные герои кстати есть еще супер марио не очень большие такие кстати супер марио спойлер мы уже пробовали не удержались только я не помню вкус драгон болт шары дракона шары дракона короче жвачка как она смотрите она еще с какой-то хренью такой полосочкой почему-то я не знаю она питается жаре но вкус поначалу какой-то риски и кстати у них почему-то сама консистенция отличается от наших жвачек блин когда начинаешь жевать нам кажется вот жевательный мармелад да но больше не на резинку как у нас вот именно резина резиной а такая более как и риска что ли такого плана что отдаленно похоже кока-колу ну как по крайней мере у меня попалась такая я еще одну открою такую с девчонки и смешаем да и потом половину обзора мы будем на дважды она нарисована я не понимаю что это я тоже не понимаю какие-то иероглифы короче там девочка улыбочки даже с обратной стороны распечатали что-то что-то напечатали ну какой-то местный прикол наверное типа какой-то карикатуры что ли ты тоже кстати вот такие какие-то непонятные какие-то пожелания что ли они большие смотрите по размеру с палец по пальцам тут разные картинки мне вообще черепушка какая-то ну ты хочу сумки до пожеланий ведь прикольно ну как печенье с гаданием наверное вкус ягодный такой знаете какой смородина у нас есть еще кое-что вот такие вот жевачки мы еще решили взять это знаете как есть детский орбит наши кто видел для детей покупал в комментариях пишите вот помнишь им брал своими ворди там два вкуса банановый и бабулгам или что-то такого два вкуса ну вот здесь судя по картинке ананас сейчас проверим и вот этот зайчик по моему он с какого-то то ли мультика японского то ли ну вот где-то он прям спойлерил я его где-то вот на виду он был он что-то знакомое 100 грамм то есть они идут вот как у водероли вот такими маленькими пластиночками и их тут раз два три четыре пять вышел кролик погулять опять какие-то рисунки я не люблю подписывать Мишуру пробуем но они по-моему поменьше размером они вообще вот такие какие-то миниатюрные совсем и они закрываются да нет такие же мне кажется запах ананасов прям очень редкий ананасов так сразу говорю по консистенции не такие как вот эти вот резинки те были более мягкие их можно было прям как конфету жевать съесть как мармеладку ну ты прям надо жевать жевать вот тут вот прям резинка что вот это вот один вот здесь и дольше пожуешь сейчас не она уже помягче немножко становится потом опять жестче выплевываешь вот эти вот они наоборот совсем работают они как зефирки вообще мягкие мягкие риски их начинаешь есть они прямо на языке тают а потом становятся жесткими немножко у них другая состав и ассистенция сама по ощущениям даже на языке так ну и какие тебе больше понравились вот такого плана понравились больше ну они прикольные они вкус яркий и дольше держатся а вот эти вот да яркий запах ананасовый но вкус я уже чувствую что он уже проходит да уже не осталось вкуса правильно и эти более необычные мы уже привыкли к такого плана прямо ну которые резина резиной а вот эти такие ну что-то такое необычное ребята и последний наш сюрприз мы все-таки не удержались там было очень много всяких чипсов снеков сухариков не знаю это наверное корейское все таки производство ни разу такого плана ничего не пробовали рискнули рискнули хотели острый вкус но там по моему такого не было взяли вот даже есть но мы там ставим ставку какой это не хрустит на микрофон пожалуйста не помню я какой вкус но наверное сочный томат или как он называется вот поэтому решили вот рискнуть попробовать автоматик с мазиком ой как замечательная химия прям мммм ну томатом я бы сказал как кто-то говорил ну рискни ваш любимый кто из половичек куплено ну это я люблю конечно хули то я не на моё можно еще мне немножко не открою сюда нет нельзя так вот уже есть ребят они вот как какая-то томатная паста именно прямо в ярко выраженный вкус томатов сладкие вот именно сладкие больше сладости нежели какого-то перца соли блин я такое обожаю вот честно не зря мы взяли короче этот пакетики сразу приватизирую пускай на камеру тут немножечко попитается спасибо партнер мой но он больше их не увидит я надеюсь в плане того что мне их не дашь или я после выпитывал уже в принципе меня никто не увидит кстати по форме вот такие вот ну какие-то кусочки такие разной формы геометрической ну они чипники просто нарезаны вот так такое ощущение где-то обломались где-то нарезались понятно что они пока дошли до нас в коробках тоже примялись но я не скажу что там как принклс которые держат форму да вот определенные формы принклс или там например длинные да вы знаете вот у нас такие просто получается пластинки да картофельные вот есть такие чипсы да то есть или там снеками тут просто какая-то мешанина прямоугольников разных форм вот пока я говорю кто-то уже съел ну в целом вики и пусть весь мир подождет да и оценочка по десятибалльной десять десять да я там надеюсь я все-таки привык что чипсы должны быть во-первых больше я тебе не дам должны быть по вкусу картошка в первую очередь должна ощущаться здесь ощущается какая-то химия помидоров химия помидор и ну соус какой-то присутствует не на улицу смешок такой вот в кисниках дает каким-то вот соусом мы соведущие походу без сперта да поэтому ну вот столько аналетиков теперь я думаю точно бессмертно такие опыты на все стать все я влюбилась в этот вкус короче остатками я наедине да все ребятки у нас все у вас все у меня точно все у вас ребята уже все надеюсь вам понравилось выпили очень много всяких напитков энергетиков нашли достаточно интересные жвачки какие-то японско-китайские чипсы то есть ну корея то есть производитель то есть достаточно постарались найти такие разнообразных производителей не таких которые в повседневной жизни у вас встречаются или у нас в магазинах надеюсь вам понравилось более менее уже я думаю вы можете определиться по нашим предпочтениям нужно вам такое приобретать либо нет вот ну или хотя бы может для себя узнали тоже какую-то интересную баночку энергетика которую вы захотите приобрести попробовать лично и секундочку топ 3 из напитков все таки вот поставь 3 баночки топ 3 и горилла будет по-любому я уже забыла нет просто неколады я не особо понимаете что в чем вкус малина эта которая нет я наверное все таки горилла что то она у нее ближе у них яркие вкусы угу гориллы точно а вот третье чтобы я взяла ну подумать угу наверное вот так ну как всегда больше сладкие люблю напомни ко мне это были лесные ягоды да? ну вот лесные ягоды мне более менее понравились да так 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 вот вот на втором месте на втором месте я вот между вот этими двумя как-то не разберусь странный выбор у меня как то они вот так вот врям на второе 其实 точно в кадр попали ну а это тогда уже третье место подожди а главное первое где? вот оно первое второе второе вот как то и вот между этими у меня как-то на ровне оно идёт вот так значит и третье место вот все-таки love is ну потому что опять же тоже я пинаколада как-то то ли приелась она я не скажу что я ее не люблю но она как-то часто в последнее время что-то как-то приедается все хорошо живем приедается пинаколада, пинаколада приелась приятного аппетита кое-кому надеюсь мы скоро увидимся после выпыта сделаем еще какой-нибудь интересный обзор на такие напитки или уже энергетики пишите свои предложения что еще можно дегустировать еще лучше свяжитесь с нами и присылайте посылки с теми энергетиками которые именно продаются у вас эксклюзивные возможно что-нибудь придумаем заясним всем пока 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 а